В эфире самая крутая среди крутящихся и самая крутящаяся среди крутых рубрик программы Галилео, которую мы называли как, ну а правильно, эксперименты. Вот, друзья, кручу-верчу, обмануть хочу, не так, кручу-верчу цепочку золотую в руках. И вот, казалось бы, должен я что испытывать? Что жизнь удалась? А нет, друзья, для меня золотая цепочка, если она не находится внутри физического эксперимента, она для меня ничего не значит. Но! Стоит задаться целью поиграться с этой цепочкой не как с ювелирным украшением, а как с неким объектом физических исследований, как она сразу меня интересует. Итак, как сделать из этой гибкой цепочки цепочку твердую? Или вообще, как сделать из чего-то мягкое что-то твердое? Чувствую себя ведущим передачи с сексом Физой Чеховой. Да, друзья, значит, есть у меня такое предположение, или предположение, как хотите, что если каждое звено этой цепочки будет испытывать на себе некую силу, которая будет растаскивать эти звенья цепи, то мы получим окружность и при этом достаточно прочную окружность. То есть, другими словами, если я напрягу эту цепочку до такой степени, что она превратится в окружность, я смогу из нее сделать колесо. Понятно? Мне нет. Но это меня не останавливает. Я хочу, чтобы каждое звено этой цепочки тянулось в разные стороны. Как это сделать? Можно, конечно, пригласить друзей. Сколько нужно? Раз, два, три, четыре, пять, ше... Очень много друзей. И чтобы каждый тянул цепочку в свою сторону. А можно сделать проще. А можно воспользоваться такой великой силой, которая называется центробежная сила. Да. Сейчас на ваших глазах я попытаюсь из этой, казалось бы, вялой и дряблой цепочки сделать крепкий, мощный обруч, который будет кататься по столу туда и сюда. Для этого я использую следующее оборудование. Итак, диск. Это мой первый диск, который я выпустил со своими песнями. Его все равно никто не слушает, поэтому пришлось его испортить. И моя любимая дрель. С помощью которой можно слушать мой диск. Теперь на этот диск аккуратненько, аккуратненько надеваем, что? Цепочку. Вот. Теперь я сейчас раскручу эту цепочку до безобразия. При этом каждое звено этой цепи будет испытывать центробежную силу. И цепочка превратится в обруч. Потом вот этой вот вилкой, вот видите, вилка из моего тяжелого детства, я сниму эту цепочку с диска, и этот обруч покатится по столу. Ммм, попробуем? Еще бы. Итак, приготовились. Начинаем раскручивать цепочку. Или цепочку. И ту, и другую начнем раскручивать. Этого еще недостаточно. Нужно еще сильнее. Так, это тоже недостаточно. Добавим оборотов. А вот это уже нормально. Или еще? Давай еще. Еще. Мама! Теперь сбрасываем цепочку. Вот это да, да? По-моему, это было здорово сейчас. Жалко, я туда голову не успел засунуть. Так бы там раз и надел бы прямо на себя. Ладно. Друзья, мне настолько понравилось, что я решил побить рекорд. Сейчас я на ваших глазах проделаю то же самое, только уже в режиме турбо, как мы говорим, экспериментаторы. Турбо это когда разбегайся, кто может. Сейчас все то же самое проделаем, только переведем дрель в режим ночное безумие. Где у меня переключатель? Вот он. Ночное безумие. И сейчас для вас будет аттракцион под названием Техасская резня на СТС. В программе Галилео, естественно. Есть! Победа! Продолжение следует...